1760 человек со всех 44 районов Кубани. Таков масштаб краевого семинара лидеров молодежных организаций. Сегодня активисты собрались в стенах главного Олимпийского медиа-центра. Вообще, Сочи местом встреч молодежи выбран не случайно, ведь именно прошедшая здесь Олимпиада стала новым витком в развитии молодежных движений в крае, в частности, волонтерского. У меня много друзей в других регионах нашей страны, и это не просто на бумаге или где-то там громко звучит «молодежь Кубани», да и в целом вообще Кубань. Действительно, на нас равняются, нам даже в какой-то мере завидуют молодежи Кубани, и я горжусь, что я являюсь частью вот этой большой команды. Экономика региона, в развитии которой молодежь должна принимать самое активное участие, межнациональные отношения как фактор стабильности края. С представителями администрации Кубани и партии «Единая Россия» лидеры молодежных движений говорили на разные темы на одном языке. Коснулись и особо острых и болезненных конфликта на Украине. Именно молодые люди стали разменной монетой и добросовестных, я не подбирать пытаюсь, мягкие слова, политиков. Именно молодежь была движущей силой Майдана. Именно молодежь гибла и гибнет сейчас на территории Украины, защищая непонятно чьи, непонятно какие интересы. Воспитание у молодежи патриотизма. Вот что может помочь избежать повторения Майдана, считают участники семинара. В нынешнее время очень тяжелые и сложные, в том числе и для нашей России, очень важно, чтобы каждый человек был патриотом. И сегодня мы по всем направлениям скажем о подвигах, которые совершали наши земляки и кубанцы, о том славном наследии, которое нам оставляют участники Великой Отечественной Рыны. То есть мы будем делать все для того, чтобы молодежь Кубани была светом России. Говорили на семинаре и о предстоящих выборах, которые, как и по всей стране, на Кубани пройдут в сентябре. Руководители краевого отделения «Единая Россия» озвучили цифры. В молодежной гвардии в крае сегодня состоит более 3,5 тысяч человек. И каждый из них должен активнее участвовать в политической жизни региона, выдвигать свои кандидатуры, участвовать в праймерис. Говорили и об олимпийском наследии Сочи, которое стало наследием всего региона. В рамках семинара он продлится на курорте до 1 июня. Молодежь Кубани сможет своими глазами посмотреть на все, что было построено в городе к зимним играм. Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания ЭТКТ.